Об общественном мнении, да, Рустам, приветствую. Добрый день. Да, ну вот мы сегодня говорим, конечно, много и на нашем канале о войне, о том, как все это отражается на людях. И здесь очень важный момент, это общественное мнение. Я помню, что в Кремле высказывали озабоченность тем, что не так много известных, действительно известных и влиятельных людей поддержали, как это там называют, специальную военную операцию. Что происходит в шоу-бизнесе и есть ли там действительно такая линия раскола между теми, кто за и те, кто против? Не знаю по поводу линии раскола, я вижу только испуг. Я понимаю, что они напугали всю первую линейку шоу-бизнеса, им это нравится. Они применяют людям буквально инквизицию. Сейчас это такой, извините за банальность, православный Иран, но он уже коснулся практически всех. Я второй день отвечаю на вопросы журналистов, что там с певицей Клавой Кокой, почему она как-то неправильно выступила где-то там. И она второй день дает объяснение, она не понимает еще сама, что она попала в большой переплет. Им всякий раз нужны эти цели для того, чтобы с ненавистью, со свистом и улюлюканьем разделывать их на публике. Для того, чтобы публика понимала, что неприкосновенных нет в данный момент времени. Вот теперь попалась Клава Кока и, кстати говоря, Агутин, между прочим. Я задаю своим подписчикам вопрос. Скажите, Агутин тут при чем? Что вообще произошло? Оказывается, Агутин топил за мир. Ну, как вы понимаете. А если говорить о том, о чем вы спросили вначале, про раскол. Не знаю, какой может быть раскол. Была певица номер один, большая, целая Алла Борисовна Пугачева, которая держала их всех рядом с собой, как наседка. И они все любили вокруг нее тусить и, собственно, изображать радость. Алла Борисовна сама себя вычленила из этой тусовки в один день. То есть никто не понимал, никто не знал, не ждал и не гадал, что это случится с ней. Она это сделала. Со всей ответственностью она приняла этот удар. То есть она поменяла свою жизнь раз и навсегда. Теперь они отныжевались от нее. Киркоров делает вид, что он вроде как ее защищает. Но защита эта очень слабенькая. А те ее подруги, кто-то явно, к примеру, та же Долина, топит за военные действия. А та же Лавита, к примеру, включает дурочку. Они по-разному себя ведут. То есть говорить о том, что они разделились на два фронта, мы не можем. Когда-то, два месяца назад, Ирина Аллегрова заявила о поддержке спецоперации. То есть она полностью подписалась под этим еще и сказала о том, что Пугачева где-то там, а я вот тут с вами. С кем? С нами? С кем? Откуда? Что? Она дальше не пояснила, потому что пошел народный голый ропот. Поэтому говорить о каком-то явном размешивании, что вот тут один фронт, тут второй, и они друг на дружку. Нет, я так не могу. Но то, что там что-то такое назревает, это факт. И то, что они испуганы, это сто процентов. А как происходит этот выбор целей? Вот Клава Кок, Леонид Агусин, Кристина Асмус, кстати. То есть есть некий человек, который сидит со списком и говорит, вот давайте попробуем поработать с этим артистом. Или как-то по-другому все это устроено? Вот какие есть на этот счет мысли? Иногда я тоже так думаю, что вот они каким-то образом, каким-то узким кругом или не узким, как-то вот так раз, все, порешали быстренько, давайте завтра вот так, а сегодня здесь. Потому что на самом деле еще до 24 февраля все это было, но оно было, знаете, как бы немножко в игривой, шутливой форме. Между прочим, Кока так и сказала в своих последних интервью, бедная эта Клавочка, она в самом деле Клавочка оказалась, непонимающая. Она так и сказала о том, что, слушайте, я все воспринимала последние два дня как шутку. И тут оказывается, что у меня рвут на части, у меня буквально брыжет кровь. А то, что было до 24-го, они, например, какой-нибудь депутат вполне себе там, ну так вот, на минималках, сошедший с ума, как нам кажется. А на самом деле он, делающий это сознательно и со знанием дела обязательно, брал какую-нибудь персону и прямо с тем Государственной Думы, рядом с ним каким-то чудесным образом оказывалась куча камер, корреспондентов, прямо ему под нос микрофоны. И он рассказывал о том, что, послушайте, вот есть какая-то там, называлась какая-нибудь персона, которая на этой неделе позволила себе такое, такое и такое. Таких примеров очень много. Вспомните Водонаеву за ее материнский капитал. Что они все и делали. Володин высказывался. Главнокомандующему пришлось купиться, назвать ее плохими словами. А что сейчас, на самом деле, мне кажется, что это тоже все абсолютно случайный выбор чисел. Это такое спорт-лато 66. Они делают то, что хотят, а потом подхватывают, потому что они понимают, что это так нужно. И самое обидное, конечно, что подхватывают лакейские журналисты, которые описывают шоу-бизнес и то, что происходит внутри него. Они подхватывают и тут же вал заголовков. Лакейские, такие с поклоном, с оскорблением в адрес этого персонажа. Как пример. То, что они сделали, к примеру, с Лободой. Я, честно вам скажу, до 24-го я вообще не был поклонником Лободы. Я слышал, что она поет. Мне нравились кое-какие песни, но я не был фанатом. А теперь я понимаю, что после того, как от нее оставили живой труп, ее заставили ответить буквально за все, я теперь поддерживаю этого человека и буду в каждом своем эфире, если речь заходит, коль скоро о ней, я буду говорить, что она супер певица. И она действительно была артистка номер один. Мне бы хотелось все-таки об этом сказать, в ее поддержку. Потому что после этих ее слов ее пытались наизнанку вывернуть. Но она действительно была певица номер один. И дай бог еще будет. Ее как раз вообще лишили не только творчества, но и жизни, земли, на которой она жила. Ее просто выгнали из страны. Ну вот вы говорили о том, что Алла Пугачева сама себя вычленила из этого круга. А Алла Пугачева ни разу ничего не сказала о войне и своем отношении. Но, как говорят, она очень громко и красноречиво молчала. Потом она вернулась в Россию. Там было три твита очень показательные. Алла Пугачева вернулась в Москву. Она сейчас находится в России. Каков ее статус в шоу-бизнесе и вообще сейчас, на ваш взгляд? Вообще все очень странно. Потому что она по-прежнему подвергается насмешкам. Они смеются над ней. Смеются как раз те, которые хотели быть в тусовке. Хотели быть ближе к ней. Хотели просто целовать ей ручку. Скажем так, грубо. А теперь они дорвались. И этот рессентимент они транслируют всякий раз. От совершенно непонятных людей, от персонажей, которых мы знать не знаем, до, собственно, людей, которых мы знаем, но лучше бы этой публики в нашей жизни не было. Я, например, про Викторию Цыганову. Есть такая певица, да. Напоминаю вам, ребята. Про русскую водку спела когда-то 35 лет назад. Реально 35. А теперь она известна тем, что как-то несколько лет назад на Манежной площади она кричала, ребята, какие-то странные лозунги, выкрикивала их в толпу, с трибуны. И решила, что теперь она формирует общественное мнение, что она великий спикер, собственно, по всем вопросам. В том числе и по вопросу Аллы Борисовны Пугачевой. Она призвала свою публику на одном из концертов. Точнее, призвала к согласию о том, что Пугачеву нужно лишить, между прочим, гражданство. Поэтому статус сейчас Аллы Борисовны, несмотря на то, что она демонстрирует стойкость, она такой оловянный солдатик, она с шутками, прибаутками, она как-то так иногда иронично отвечает, хотя я бы на ее месте отвечал бы жестче, и, может быть, некоторые злые языки бы заткнулись, потому что, ну, просто побаивались бы вступать в этот антагонизм. Ну, в любом случае, непонятно. Сейчас не смогу ответить, в каком она статусе. Есть одна большая целая Пугачева, которая, слава богу, дожила, в кавычках, слава богу, до этого момента, когда страна отаптывается на ней. Это все-таки случилось. И это уродливо, это ужасно. Вопросы с чата спрашивают ваше мнение о Ксении Собчак. В отношении Ксении Собчак начали проверку за то, что в одном из ее эфиров там усмотрели пропаганду ЛГБТ отношений. А вот что думаете о Ксении Анатольевне? Я ее хочу поздравить с беременностью. Наконец-то она открылась. Это очень красивый жест. Это новая веховая жизнь в любом случае. Я думаю, что ничем проверка не закончится. Время Собчак, момент Собчак еще не наступит. Мне кажется, что расправа еще впереди. Они поджидают. Сейчас улетают пока другие. Они отменяют одного, второго, третьего, четвертого. До Собчак они еще доберутся, когда время придет. И когда нужно будет каким-то образом устроить какую-то информационную бучу, отвлечь от чего-то, к примеру, очень важного, переключить народ на что-то другое, чтобы заголовки переключились в интернете, чтобы телеграм-каналы подхватили какую-то повесточку. И вот тогда и будет не сладко. Я ей не завидую. Я думаю, ей вспомнят все. Там в ход пойдет все. Она в одну неделю станет и наагентом, и предателем. Там будет все. Я с ужасом думаю, что они для нее готовят. Но вы поддерживаете с ней отношения? Или в принципе у вас нет никаких контактов? Знаете, мы когда видимся, то мы поддерживаем отношения в этот момент, потому что многое чего пережито вместе. Это не просто так там. Это действительно лучшие моменты, наверное, нашей жизни, которые длились, между прочим, годами. Это вы имеете в виду том-2? Я имею в виду том-2. На том его пике, когда он был лучший, когда доля телесмотрения была 22, программа «Время 19» с Екатериной Андреевой в этот же вечер. Ну вот, кстати, про «Дом-2» тоже наши зрители спрашивают. И к «Дому-2» много претензий. Вот вы говорили про заголовки, про то, что пишет пресса, а про «Дом-2» чего только не писали. И одно из мнений, которое я прочитал, когда готовился к интервью, что «Дом-2» тоже ответственен за то, что произошло. Потому что это шоу, в общем-то, не способствовало интеллектуальному развитию населения. И далее люди просто уже подходили к программе «Время», готовы, подготовлены принять вот все то, что оттуда идет. Что вы об этом думаете? Как человек, который прошел «Дом-2» и весь этот опыт у него есть. Я не просто его прошел. Я в какой-то момент был, собственно, эфирообразующим участником. Это свои эфиры многолетние. Я отвечаю за интеллектуальные, полные, искрометного юмора сюжеты. А то, что произошло после «Дом-2», это, конечно, как-то вот узким кругом. Всякий раз, когда собираемся или созваниваемся, мы выясняем этот момент, что же произошло, и когда была эта вилка, когда, извините, собаки, и когда все пошло не так. И в какой-то момент, да, они увлеклись. В какой-то момент они увлеклись. И, знаете, они перестали, на самом деле, контролировать, перестали контролировать какой-то момент, связанный не то что с нравственностью, я это слово вообще не люблю, и точно не с моралью, нет. Кастинг. На все влиял кастинг. И когда у них вокруг костра, и, собственно, и на бревне, как ведущая, уселись маловнятные персонажи, которые приходили и в первый же день рассказывали, что они только что с трассы, это не фигура речи, реально. Девочки с трассы, мальчики якобы из спортзала, все. Вот тут в этот момент, конечно, пошел какой-то странный разлом, который я сам лично не приветствую. Но говорить о том, что «Дом-2» там на что-то повлиял, на упадок этой же пресловутой нравственности, я бы не стал, на самом деле. Потому что люди уже настолько привыкли к этому. И самое важное, когда люди смотрели на тот свальный грех, назовем так, на тот блуд, который там происходит, до сих пор, между прочим, с нижайшими рейтингами, они оценивали это следующим образом. Слушайте, вот там они все занимаются непотребщиной, а у меня-то дома все в порядке. И у моей мамы пенсия 11 тысяч рублей. Я-то в домике. Все. Поэтому только так. Ну еще один вопрос, связанный с «Дом-2», точнее с тем, что произвел «Дом-2», это Ольга Бузова. Ее не слышно в последнее время. После того, как Инстаграм был объявлен экстремистской организацией, после того, как все... Ольга Бузова, по крайней мере, из такого широкого спектра исчезла. Вы с ней общались в последнее время? Как она относится к войне? К специальной военной операции, как в России называют. Я думаю, что Бузова считает себя, по крайней мере, что-то типа статуса чиновницы федерального значения, номенклатурной единицы. Это как минимум. Помните, да, тот день, когда Алексей Навальный возвращался из Европы? И помните, да, вот тут вот был Финт в этот момент с Бузовой в самолете, которая записывала гневные сообщения, непонятно к нему, но это было написано... Непонятно к кому, но это было обращено к нему о том, что из-за него перенесли ее прилет в другой аэропорт. Я думаю, что, конечно, она на подхвате. К Бузовой вообще нельзя относиться всерьез, вот в смысле какого-то мнения или еще чего-то. Но я думаю, что она на подхвате власти по той простой причине, что она была замечена в проституировании своих соцсетей, связанной с этими постами проплаченными. Это были хвалебные посты как в адрес мэрии, так и в адрес высшего чиновничества. Поправок Конституции этого было очень много, и это было стыдно. Но вам предлагали, кстати, поскольку вот была целая история, когда популярных блогеров, тех, у кого там определенное количество подписчиков, их, ну да, им действительно делали заказы органы власти. Вам предлагали работать на власть? Честно скажу, это было один раз. Буквально вчера рассказывал своими подписчиками на своем ютуб-канале об этой истории. Это было один раз. Делается это на самом деле чисто технически, это выглядит очень просто. Тебе на WhatsApp с неизвестного номера пишите, причем какое имяное, а не просто так кому-то там. Здравствуйте, Рустам. Вы знаете, мы бы хотели с вами посотрудничать. Сразу хотим сказать о том, что этот пост будет касаться на самом деле того-то, того-то и того-то. Это было в самом начале зимы 22-го года. Да, в самом начале. То есть за три месяца до специальной военной операции. То есть ничего еще вот таких ужасных историй в нашей жизни не предвещало. Как-то мы все были уже немножко на взводе, потому что, ну, сами помните, что предшествовало, но не так сильно. И я помню даже при каких условиях я читал эту СМС, уходя между полок магазина, читая, а потом написал своему помощнику, что, потому что там же было написано, что вы сегодня к вечеру ставите пост, и будет вот такая вот сумма переведена на ту карту, которую вы пришли. И мы продублируем это сообщение вам в директ Инстаграма. Там же было написано в этой WhatsApp. И я тут же набрал своему помощнику, Дмитрию говорю, Дима, в Инстаграме даже не отвечай на это сообщение, даже не открывай, не смей, туда заходи, все. И этим людям в WhatsApp я не ответил ничего. Но вот единственное, что это было, да, это правда. А как вы встретили 24 февраля? Вот мы были в эфире, я рассказывал эту историю, мы ждали заседания Совета Безопасности ООН, дождались выступления Владимира Путина, и дальше уже просто люди из разных городов украинских нам рассказывали, как полетели ракеты. И это было очень странно, потому что ты смотришь, понимаешь, что это происходит, но не можешь в это поверить, не можешь это сопоставить с реальностью. Вот как вы встретили 24 февраля, как вы узнали о начале войны? Так же, как, наверное, и все. Это было раннее утро. И я помню, что какое-то странное вот это ощущение, это питание, какая-то, знаете, нездоровая приподнятость была вот так вот в душе. И к утру уже так вот посветлело за окном. Я хватаю телефон и начинаю об этом читать, и читаю про то, что уже ракеты полетели, и все. Спать я уже не мог, а жил я в тот момент на Старом Арбате, это самый центр, самое сердце исторической Москвы. Я помню, с утра пораньше я выхожу со своими пиццами на улицу, и, знаете, такие вот, мне показалось, может быть, ну, как-то вот сгорбленные фигуры, бредущие по вот февральскому Арбату, вот все вот такие вот какие-то странные люди, как будто всех придавило. И это ощущение придавленности, дополнительной придавленности еще к тому, что было 24-го, еще несколько лет придавленности мы уже имели, такое вот отсутствие кислорода, скажем так, а тут еще дополнительно придавило 24-го. Я помню так, мне казалось, что что-то надо делать иное, как и все будут делать иное. А потом ничего, знаете, я к обеду потопал, к обеду я провел свой дневной стрим, помню, мы с людьми как-то поделились им этим, а потом я потопал в спортзал, и потом я с него пришел и что-то я поел, а мысли уже все. То есть они, по сути, они изуродовали нашу жизнь с того числа, и они за это ответственны. И все никак не пришло в свою ногу. Я это знаю даже нисколько по себе. Да, я нахожусь с той поры в солнечном лос-Анджелесе, уже седьмой месяц, и у меня вечное лето, и мои собаки со мной, и мои друзья со мной в телефоне. Но те люди, которые приходят ко мне, извиняюсь, что я так вот говорю об этом, ко мне на стрим, мне пришлось 24-го февраля просто заниматься какой-то психотерапией. Я успокаиваю своих подписчиков, смешу их как могу, отвлекаю шоу-бизнесом, еще что-то. Но всякий раз мы возвращаемся к главной теме дня. Вот вопрос про Владимира Познера, конечно, это вопрос очень популярный, спрашивают ваше мнение. И я еще от себя вопрос добавлю к этому вопросу. А каждый ли известный человек должен высказаться? Вот как вы считаете? Вот нужно ли обязательно озвучить свою позицию? Или все-таки есть возможность ничего не сказать? Вот ваше мнение. Познер должен был высказаться. Потому что Познер – это человек, от которого все-таки ждали высказываний. Он авторитетен. Он был авторитетен, сейчас понятно уже все. Никто ничего не ожидает. кое-кто, кое-где встречает его в ресторанах города Москвы, счастливо пересаживающий свое тело туда-сюда и прочее. Принимает пищу, нормально себя чувствует человек. Здоров. Насколько можно быть здоровым в эти тревожные годы. В любом случае, я очень рад за него. Знаете, Познер мог бы высказаться – окей, если ты не хочешь говорить по поводу специальной военной операции, это опасно. И ты понимаешь, что это может иметь некие рестрикции по отношению к тебе. Ты собрался жить 200 лет, и эти 200 лет ты еще не можешь работать на Первом канале, ты не хочешь потерять это место. Окей, окей, все, все норм. Вопросов нет. То же самое нет вопросов, почему и Собчак это все обходит, и другие честные, по-прежнему еще для меня честные люди. Но, когда твоего ближайшего друга, Ивана Урганта, в один день, за какие-то три очень простых, вполне себе детских слова, там, что нет войне, миру мир, по-моему, Ваня написал что-то очень простое. Это в том своем посту. Вышлируют с Первого канала и начинают буквально издеваться над ним, и по сей день это делают. То, как мне кажется, было бы правильнее Познеру высказаться именно по поводу вот этой вашей дружбы. Потому что все-таки у вас столько проектов было вместе и прочее, и прочее, и прочее. Хотя бы это. И через это покажи свое отношение. Но даже на это его не хватило. А все потому, что, знаете, Ургант стал тогда 24-го пораньше, Познер таким, ну, по-стариковски продолжил спать, может быть, до обеда, был более-менее свободный. И не успел написать то, что написал Ургант. А может быть, Познеру успели позвонить, успели позвонить, а Ургант не дозвонились. Ургант поставил это в свои соцсети. Так опрометчиво, так честно, знаете, так вот, так душевно, так по-человечию. А вот Познер, так сказать, ну, все-таки переждал какой-то, и как выяснилось, наверное, для себя, он такой, эх, все-таки я был прав, что я не поспешил. А так вы со мной обошлись бы-то. А так, может быть, вернут в какой-нибудь голос 70+, еще что-то, знаете, случаи бывали. Но Нагеева, кстати, с голоса убрали, насколько мы знаем. За стихотворение, которое он прочитал, как вы считаете? Навряд ли. У меня есть своя версия по этому поводу. Мне кажется, что она более личная, эта версия. Я думаю, что первый канал стал ужиматься в выплатах так называемым звездам первого канала. Дмитрия позвали на беседу, и было сказано, что, слушайте, Дмитрий, вот у вас был вот такой вот гонорар. Мы готовы сейчас платить вот такой вот. Ну, примерно те цифры, которые платят, как поговаривают сейчас Владимир Кузеев, это около трех миллионов рублей. Можем платить вот так. Вот так много, как раньше платили, платить не можем. Он стал бить копытом, а они рыть землю. И разошлись на этом. Мне кажется, в основе всего все-таки бабки. Только деньги. Вы не думайте, что там Дмитрий Нагиев вдруг позволил себе там чего-то лишнего, какой-то стишок, о котором я от вас, кстати, между прочим, слышу. Нет, нет, нет. Там должно было быть что-то другое, там должна была быть очень четкая позиция, как минимум, высказывание уровня солиста группы ДДТ. И тогда бы, может быть, что-то бы последовало. А так ничего не было. Слушайте, он тоже вполне себе номенклатурный. Он тоже вполне себе помнит о том, где он работает, где он зарабатывает деньги. Ему надо все это оплачивать. Люди, которые зарабатывают 200 рублей в месяц в условную сумму, они живут на 200. Люди, которые зарабатывают, как Дмитрий Нагиев, какие-то миллионы, они тратят эти деньги и всякий раз им нужны новые. Понимаете? А тут из фильма «Елки выкинули», с первого канала помахали ручкой, и все, вы считаете, по его собственной инициативе. Он везде сказал «Знаете, мне нужен перерыв, поработайте тут без меня». Я сомневаюсь. Нет. Я думаю, что это сделали, так сказать, при его участии, и ему только пришлось это расхлебывать. Все. Ему было сказано «Это будет так и не иначе». Он развернулся и ушел. Но деньги. Только деньги. О том, что Органт пострадал за буквально три безобидных слова. А почему Нагиев не мог пострадать за то, что он там что-то сказал? Или это разные единицы мужчин? Понимаете, Нагиев, он сказать, во-первых, не было вот этого шлейфа за ним. В тот момент, как, Вадим, вы говорите про это стихотворение, не было вообще ничего. Я не припомню, чтобы в прессе об этом писали. Вот Нагиев высказался, слушайте, Нагиев смелый чувак, вот это да, вот это он дал. Слушайте, мы не ожидали. Вот это смелость. Он выступил против кровавого режима. А вот с Органтом это случилось. И, понимаете, тут абсолютно были разные как бы разные смыслы. А всё дело ведь в смыслах. Иван очень чётко подал свой смысл. И этого не отнять. Он был очень крут в этом во всём. Да, эти буквально незамысловатые простые предложения, как, впрочем, слушайте, как, впрочем, и у Лободы, как, впрочем, и у Макса Галкина в тот самый день 24 февраля. Ведь эти люди писали очень простыми человеческими словами. И, как мне кажется, там испугались вот как раз вот этой доступности. Не просто вот таких простыней, которые можно сидеть и писать долго и нутно, въедливо. Нет, они испугались вот этой вот детской непосредственности, которой известные люди обратились к своей публикой, объясняя, что на самом деле произошло в 24-м часе. А Сергей Шнуров, потому что у нас был Артур Гаспарян, он сказал, что Шнурова заплатили от 100, по-моему, миллионов до 120 миллионов рублей за концерт. И он поёт песню «Москва, твои колокола», сгорит вместе там с Собчак, Собчак, с Собяниным и кем-то ещё. И ничего, Шнуров, Фавори, всё хорошо. Вот как это можно объяснить? Шнуров уже давно такой, давно другой. Он давно... Не хочется так говорить эти фразы грубые, но, как мне кажется, он давно уже под шестым номером. Он не опасен в этом смысле. Совершенно никак. Это раз. Во-вторых, опять же, вы меня извините при всём моём уважении к Артуру, но у меня есть такое ощущение, что его дезинформировали. Я уверен, что никакой суммы подобной, которую назвал Артур, не было. Во-первых, время не то. Во-вторых, как вам сказать, источники-то поистрепались вот этих денежек. И платить группировке «Ленинград» во главе со Шнуровым. Какие бы залихватские песни они ни пели, такие суммы, ну, как мне кажется, никто сейчас точно не станет. Нет. А Шнурову понравилось летнее этот слух про эту безумную сумму. И он её подтвердил. А что ещё делать? Они все подтверждают эти суммы. Кого не возьми. Та же пресловутая Бузова. Всякий раз моя любимица, Олечка моя. Всякий раз, когда у неё спрашивают про то, что в самом деле вы заплатили за это вот столько. Да, да, да. Или они сами любят делать эти вбросы. Какие-то небесные суммы. А оказывается, что этот дом, который она якобы где-то купила, стоит в 10 раз меньше. Ну, в общем, вот так вот. Они, знаете, им это очень нравится. Это игра в супербогатых людей. Вот в завершение нашего включения планируется вернуться в Россию? Вы знаете, мой переезд так случилось, если он связан больше с личной, я его планировал, этот переезд, ещё до 24-го. Это какое-то, знаете, это какое-то адское совпадение. Я вам честно хочу сказать. Просто как-то всё это совпало в один момент. И так случилось, что я оказался в Америке, до этого, будучи здесь какое-то невероятное количество раз уже, знакомым с этой. И тут это всё случилось, и люди побежали. И, естественно, народ стал спрашивать, а, ты вместе со всеми? Ты убежал? Так ты предал? Родные берёзы, осины, ты предал эту землю, прах предков? Чего там только не было. Ну, у меня всё проще. Я просто женился на... женился на прекрасном человеке, который мне давно нравился. Вот и всё. Вот мне недавно из... из... о том, что наш брак зарегистрированный. И это девушка, между прочим. И она мне очень нравится. Поэтому тут немножко всё другое. А хочу ли я вернуться домой? Очень хочу. Я думаю, что мы все когда-то вернёмся. Рано или поздно. Потому что родина у нас. И сейчас я это чувствую как никогда. Ну что ж, спасибо вам большое. Рустам Солнцев был с нами на прямой связи. Благодарим вас за это интервью и всего доброго. До свидания. Спасибо. Мы продолжаем наш...